ну вот собственно и начинается моя дорога лодочки которая одна из них наша стоит меня такси которая отвезет меня в аэропорт гренады я лечу в европу серёжа на второй нужно брать мануалы мы не знаем где он скручивать магический понятно но эта фирма которая делает эти электрические скрутки магические скрутки ну пойдемте за мануал так а тут пока происходит следующее то есть вот идут работы открутили фильтр вот он дизель кстати был нормального качества рук такой розовенький все трубы надо будет сейчас почистить вот эти трубопровод который дизель подает это бак это большой такой моторчик из volvo penta и вот стоит на джинсет генератор это генератор он он немножко старенький но от этого он не хуже то есть непонятно только сколько часов но для этого мы сейчас должны поменять будем еще от батарею кого-то у нас находится предохранительные блоки в мире то есть что это такое и прерыватель это прерыватель его отделы гроток ливера и розетки под переднюю подручную но они включены оба да но они оба включены ну и мы видим с пульта что они включены потому что понятно это правый борт винч почему она винч 3 борт почему есть 3 борт только здесь написано право куда но причем еще наверное по левому борту там с другой стороны такие а мы сейчас пойдем и почитаем где по левому борт ну да ну то что это лишь винч 3 борт это но винчи работают а почему здесь две от этих вот кнопки ну ладно неважно ну давай левый борт ну вот кнопка идет смотри вот вот это вот это идет кнопка до от нее идет вот сюда в реле вот что там у них фьюз запасной типа здесь потом этот высоковольтный ну и собственно все это понятно все хорошо не падай так мы сюда собственно доступ к самой лебедки собственно мотор до мотор такой смотри с капельками смотри маслица подтекает но вида сальничка мужик ну совсем чуть-чуть да но сальники на замену не помыли она у нас сейчас данном случае не касается на переход но тем не менее да еще левый посмотрим мотор есть на штаге включить этот мотор нечем не вот у нас левый борт это моторный отсек вот это вот опреснительная мембрана и вот ждать и увидим убить по добил очкам посмотри пожалуйста на все церковь брекеры может быть вот это вот одна кнопочка которая идет на пульте она просто отщелкнута да вы были правы отщелкнута или там большая выключена а давай но большая вообще дистиллинатор весь бэбов давай включим давай включили сейчас проверю это ни на что не влияет отдельная тема на лодке это вообще работа пресной воды на мой взгляд очень странное решение но давайте вам покажу детально и так ну естественно из нас идет на лодке бак объемом в одну тонну и уровень воды на амелях сделан ну реально очень круто мне очень нравится то есть есть вот такая вот вдоль ступенек шкала и есть вот такая к поплавочек пусть он в нормальном состоянии полностью утоплен ну и шпингалет и когда вы его отпускаете он просто вот так вот всплывает и показывает сколько там литра воды в этом 200 между сейчас 200 и 250 очень крутое очень простое решение но естественно есть помпа которая эту воду качает в раковину но из раковины это все не течет за борт она течет в билч что для меня например немножко непонятно давайте вам покажу сейчас этот билч то есть все что с лодки вытекает стекает вот сюда сейчас где он там я хотел показать вон там какая-то бездонная я мальчик вот там вот плещется все примерно метр там вообще по глубине да и вот это вот все сливается сюда а потом специальным насосом оттуда выкачивается билч пампом выливается за борт это вот все там какой огромный колодец нейрометр до примерно метра мы можем продемонстрировать вот эта смешная штука так вот она есть вот эта смешная штука это ни много ни мало датчик уровня сточных вод сюда сливается вон из трубочек разных все со всей лодки кроме гальюнов естественно наверное надеюсь надеемся а это датчик уровня сейчас помпа работает но почему-то плохо когда эта штука пустая поплавок опущен она выключая она выключается по мере заполнения вот он заполняется 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 оп и заработала помпой по идее должна все это выкачать поплавочек упал вообще ужасное решение решение согласен такое лодки на кире примерно килограмм под 100 грязной источной воды это ужасно вообще неприятно так у нас получится вот это вот эта кнопка мы уже разобрались ну вот смотри вот я ее сейчас нажимаю закручивать она не закручивается а вот ее нажимаю раскручивать но она гудит там хочу так болтается вправо-влево на сам а это на что не понятно ну давай скручиваем да и что нет нет не работая другую сторону не не работает работа крутится на случай просто очень не сказка потому что есть переключение какой-то усилия просто что мне было больше я думаю что тут пошел какой-то специальный редуктор не ставили давай быстрее крути быстрее нам нужно быстрее осматывать парус посмотри на эту скорость давай быстрее еще быстрее 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 давай крути крути нет времени объяснять еще четыре оборота дохлый аккумулятор который стартовый дохлый стартовый аккумулятор вот он а вот это вообще весь банк аккумуляторный который на этой лодке есть то есть они все идут на 2 лодка 24 вольтовая всего получается 4 сета спаренных 8 батарей 4 сета почему там каждая поскольку давайте посмотрим ну 98 ампер часов то есть по соточки до считай то есть 800 маловато мне кажется для этой лодки если здесь 800 ампер часов а у нас потребление лодки а тут непонятно сейчас только зарядки идет но все равно короче обычное потребление лодки где-то 45 ампер на 24 вольтах то есть сами понимаете на 12 вольтах это будет там около 10 это в режиме стендбай а до 15 до 20 это ампер нагрузки на сеть если у нас включены ну там все включено включая радар поэтому такого количества батарей недостаточно но в принципе раз в день два раза в день если подзаряжаться по часику то будет вполне приемлемо ну все вот мотору сделан полный ментиненс теперь ну что проверяем проверяем и так вуаля серёжа такой с пивасиком это тоже заработала помыли топливные все фильтры топливные магистрали проверили топлива на качество поменели все все заменено ремни и фильтры все полностью полность что серьезно генератор похоже работает я просто просто счастлив мы двое суток ждали этого хорошего момента заработал генератор пока работает зарядка везде идет так идем далее по списку проверяем опреснитель очень простая задача главное чтобы он у нас хотя бы в принципе запустился у нас здесь стоит десолятор такой же как у меня на лодке только более старая модель то есть это тоже десолятор до он идет вот на 24 и на 220 но обычно мотор 24 и 12 это одинаковый мотор поэтому здесь как бы этого вопроса нету то есть так как десолятор старый у него скорее всего нету этого соли не тетест короче сенсора который проверяет соленую воду поэтому вот мы его сейчас вот здесь вот так вот откроем она будет сюда течь мы его запустим мы проверяем албома только до 220 от генератора работает так пошел работать а у него вообще доступ воды есть давай проверь пожалуйста если вот здесь вот идет good quality bad quality это значит что там есть вот этот тест тестер который проверяют воду на качество на все нормально а это зачем туда просто открывать чтобы налить себе стаканчик воды когда работает опресните или попить когда очень хочется здравая система ну ладно проверь пожалуйста наличие воды именно подачи нужна соленая вода на интернет так включаем на 24 вольта все запустился компрессор ждем он его промывает 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 рома и мне нужно чтобы он его промыл длины не за весь цикл но наверное раза четыре моего так перезапустим постройку он свалится в этот долям поехал ну что добавляем давление но давление общего не едет никуда все штука вообще просто тупо сейчас не работает как все как будто не работает компрессор то есть тут что не крути какое давление не крути то есть он через себя воду пропускает но сюда она даже не доходит то что видно компрессор не создает давление чтобы продавить ее из мембран я сделал следующее то есть я включил на ринз пресной воды которая видимо из мембрана приснителя выдула весь воздух и сейчас я запустил еще раз опреснитель и вот мы вышли на его маршевый режим зелененькой зоне будет quality то есть я думаю что он там какое-то количество литров дает это пока вот непонятно но вот мы сейчас пробуем так что у нас за качество воды проверочка вода кстати абсолютно нормально единственное что я сейчас ее пока пить не буду потому что нужно чтобы ну мембраны все-таки грязные чтобы она промылась но я думаю что здесь вообще никаких проблем не будет с этим потому что мембраны пропускают через себя только пресную воду короче ура так задача номер какая-то по счету короче вот увидите у нас осталось пресной воды около 100 литров нам нужно помыть бак пресной воды что это у нас это у нас хлорка нео бланк отлично давай в бак полбанки туда смело ли только аккуратно не раздельно всем что будешь есть белый не уверены что полбанки на давай полбанки полбанки это литр отлично пустой бак мы заливаем воду вот это у нас палочка которая показывает уровень на так выползает 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 и вот у нас уже почти 700 литров воды а всего у нас тонна работала якорная лебедка внимание показывают 1 момента вон ту тэк сам шок видео опять ну как вы понимаете мотору здесь полная жопа то есть он просто не облака на кризис и у нас проблема с перед работает дискретно то есть передний парус у нас работает а задний парус у нас не работает то есть вернее как он чуть-чуть откручивается но только в одну сторону а потом не откручивается я менять или чинить привет что ты там делаешь короче она когда нажимаю вот эту вот штуку на раскручивание так ну что сворачиваем паруса все получилось вот эта кнопочка и смотрим на парус проверочка другую сторону открываем закрываем ну все работает у нас и теперь еще и стаксель то есть у нас теперь два паруса генуя и стаксель работают перфект так так тут у нас в амеле есть такая штатная функция как стиралка и тут кстати дверца от стиральной машины очень смешно крепится здесь вот есть штатное место на потолке куда вот так одевается крючочек смешно смешно же реально просто смешно это нас привело в восторг с самого раннего да короче что нам нужно сделать это нужно запустить стирку вот сейчас что мы туда льем блич порошок давай поехали вообще в идеале когда промывать надо нужно блич и уксус лить ну нет уксуса ну хватит да все нормально 1 час 60 градусов можем поставить 90 давай 90 ой нет 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 90 не годится 3 часа и полдня нажимаю все отлично процесс пошел как ты делаешь пишу список на переход да чтобы ничего не забыть вот только начала да только начала еще не все сейчас все будет рассчитано рассчитано из расчета как ты считаешь я считаю так что у нас где-то мы берем с запасом 15 дней у нас 5 человек ну и дальше чтобы у каждого был день там по 300 кг мяса нормальный завтрак овощи гарниры для питания 3 раза в день завтрак обед и ужин и чтобы все было полноценный нормальный рацион для крепких мужчин и яблочки яблочки обязательно и шоколадки куда же без этого я смотрю тут у нас уже пошла еда что это такое что это это на переход очень важно джин переход то есть мы не пьем мы не пьем ростик это на новый год джин не пей это на новый год кекисы прекрасные кекисы 2 евро за пачку органик похоже судя по цене хлебушки хлебушки да хлебушки макарошки азаркантов макарошки лаймики с лимоном мном мном потому что поleg слово пламб пауза макарошки 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 Новый день, новая задача. Мы моем дно. Хай, мэн. Ушел на дно, он там будет чистить полностью дно. Такие огромные тузики. 150 лошадей на этом и 175 на том. Чувствуется, за что деньги платятся. Да, да? Я немного нервничаю. Черт, я очкую. Черт, я очкую. Привет. Да не очкую, мы так кто раз делали. Шеня, познакомились. Уже все знают. Ну ты уже со всеми перезнакомились. Это допьем. Привет. Мы в дороге тебе не знаю. Впрочем, думали, что ты прилетишь значительно раньше, поэтому мы... Начали без тебя. Я прям такой. Я совсем не лихий. Ну у тебя тут много чего есть. Нет, я так понял. Тебе, собственно, тут ничего и не надо. Да? Почти. Все есть. Вот я их как раз и взял полную сонку. Женя, держи. Это тебе. Раз уж пришел. Спасибо. Раз уж прилетел, добивай. Так и что. Сделайте крепление. Ну, арку прикрепить. Арку прикрепить. Но в целом лодка в очень хорошем состоянии. Это страшно. Не, не, не. Я думал, что полный фатал. У тебя, на самом деле, список там большой. Но он... Но он такой просто, что с лодкой надо сделать. Да, да. Скорее, список обязательно в обслуживании, без которого будет лодка. Ну, он большой. Но в целом лодка в салоне абсолютно. То есть она не уложенная, она не каким-то там совершенно фатальна. То есть у тебя будет очень резана был прайс для его... А вот нам надо вот сюда. Вот это равно, да. Сейчас ты увидишь. Наши баллоны? Наши баллоны в том числе. Hello. Вот тут вся сика. Твою мать. Вон там свои пины любого. Да иди ты, ты меня уничтожаешь. Я же с тобой хочу. Да, ну уже. Все. 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 Слушай, я же был с тобой, мы же вдвоем этот пицц. Поэтому я как тебя уничтожаю? Почему? Вы ругаетесь. Давайте драться. Мы не будем драться. Мы два travel путешественника, которые обошли в машине. Давайте бойню. Бойню. Мы ходили в другой город пешком. Мы страдали от обезвоживания. Вы должны, Крю, вы должны страдать. Да, еще и не завтракали. Да, а это потому что у нас газового баллона нет. Вот покажи нам газовый баллон. Вот, вот наши газовые баллоны. Хорошо? Хорошо? Вот наши газовые баллоны, из-за которых мы ничего не едим. Да. Двое суток он здесь стоит. Вот оно. Мы купили два фендера. И вот такой красивый, красный, красный фендер. Алый, Алый. У нас Red Line. Red Line, а это Red Ball. Ростик идет такой, размахивая газовым баллоном в предвкушении еды. Угрожающий, размахивая газовым баллоном. Эстетично. Эстетизма. Прям пришел большой инвиктор. Большая лодка. Так, Женя, давай. У нас винт застрял, не работает. Там, кстати, еще какая-то раздроченная веревка болтаться, потому что ее не мотало. Ой, где он? Ну что? Пиздец, Винтон. Именно не открывается? Может дайверов позвать? Они ее почистили? Сказали, да. Они ее почистили, но винт прям совсем не двигается. Ха! Закисло. Дать тебе резиновый молоток. Давай молотком. Это нормально. Постучишь и резиновым молотком, у него масса есть под водой, будет, разобьешь лопасть. Давай, попробуем. Давай. С другой стороны, слушай, 5 минут. Муха, наверное, забыли. Нет? Вообще никак. Надо разбивать с двух сторон. Туда-сюда, туда-сюда. Тут даже вообще не реагируют. На таких ластах очень сложно не вылезти. Ха-ха-ха. Такой, уперся и пошел наверх по воде. Ха-ха. Ха-ха. Надо помочь ее делать. Все эти лопасти крутятся, и карасей дофига. Можно будет сейчас завести, чтобы он посмотрел, что оно там переворачивается. Я сейчас последнюю лопасть прокручу уже, чтобы совсем надежно. Ага, давай. И потом, кстати, да, заведешь, чтобы посмотрю. Хорошо, окей. Так, ну что, внимание, Сережа, запускаюсь. Сейчас запустим. Так, есть. Движок работает. Проверяю ход. Готовы? Готов. Отлично. Работает. Задний. 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 Четко. Вперед, внимание. Вперед. Погоди. Погоди. Отлично. У-ху. Поздравляю. Я делаю сейчас список. Вернее, как мы уже по этому списку давно идем. Вот список, который осталось сделать. А вот список, который мы уже пересмотрели и проверили. Короче, осталось совсем немножко. Но по этому списку, вот мы проходим, это тот, который остался нам на переход. А этот, который подготовка к переходу и проверка всех систем. Поэтому вот, собственно, мы уже практически готовы. Осталось еще немножко. И финальные подготовки и в море. До встречи. Спасибо. До встречи. До встречи. До встречи. Игорь Смock. Продолжение следует...